И сейчас к новостям последних минут из Стамбула. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, так называемой Православной Церкви Украины. Это произошло после молебна в Георгиевском соборе. Ну а сейчас с нами на прямой связи из Стамбула наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Как прошла церемония и как восприняли эту новость присутствующие? Да, здравствуйте. Но вот как раз сейчас здесь, в храме Святого Георгия, на Фонаре, в Стамбуле, гости торжественной церемонии произносят свои речи по поводу подписанного для так называемой новой украинской церкви Томаса. Церемония была достаточно скромной. Церемония подписания, я имею в виду, прошла. Она в резиденции константинопольского патриарха Варфоломея. Документ был подписан, в том числе его рукой. Однако пока украинской стороне он еще не передан. Случится это официально только завтра. Впрочем, сам факт того, что Томас подписан, это, конечно, главное достижение украинской власти, по крайней мере, так считают в Киеве. Вообще, людям светским, невоцерковленным, далеким от церковных канонов, для того, чтобы понять, что происходит сегодня, здесь, на Фонаре, в храме Святого Георгия, достаточно было наблюдать за украинским президентом, за Петром Порошенко. Дело в том, что он приехал сюда в прекрасном настроении, в таком радужном, он улыбался, несмотря на проливной дождь, был очень доволен собой. Как только начался молебен, а шел он достаточно долго, президент начал нервничать, юрзал на стуле, периодически зевал, даже тер глаза, но, возможно, очень устал. Когда удалились гости для церемонии подписания, я напомню, что в этой церемонии принимали участие помимо Константинопольского патриарха и еще и глава Объединенной Раскольнической Церкви Украины Епифаний, вот это был, наверное, самый главный, ключевой момент для украинского президента, после которого он буквально, в буквальном смысле слова, сейчас сияет и даже периодически потирает руки. Это понятно. Проект украинской автокефалии для Петра Порошенко – проект политический, проект, на который он положил очень много сил. Это своего рода такой предвыборный конь, на котором он планирует въехать в свой второй президентский срок. Он обещал Украине автокефалию, он слово сдержал, а поскольку таких предвыборных слов, сдержанных украинским президентом, оказалось не так уж много, то как раз автокефалия и может оказаться для него действительно большим выигрышным призом. Анастасия, спасибо. Наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова в Стамбуле следит за церемонией предоставления автокефалии Православной Церкви Украины.